Здравствуйте, команда из пятизвездочного проката мотоциклов. Теперь мы расскажем о приключении Honda ETW 150 кубических сантиметров, а также функционально идентичной Honda PSX 150 кубических сантиметров. Вы запускаете Honda, используя двухкомпонентную систему без ключа. Сигнальную часть обычно можно оставить в кармане, если вы находитесь в радиусе трех метров от машины. С передатчиком и приемником можно связаться с помощью большой вращающейся ручки внизу справа, и вы нажимаете эту вращающуюся ручку, чтобы разблокировать ее, в результате чего там появляется синий фоновый свет. Затем вы нажимаете его снова, затем поворачиваете вправо, пока цифровой тахометр не покажет что-то, и ближний свет не включится автоматически. Это точка начала процесса запуска. Затем перейдите к обычным трем другим пунктам процедуры запуска, так что второй раз положите боковую стойку, третий потяните левый тормоз. Четвертый нажмите кнопку пуска на правой ручке. На тахометре с активной индикацией щелчок влево. Это положение для открытия крышки топливного вака и отсека для шлема под сиденьем. Для чего в правом нижнем углу также есть тумблер с надписью топлива в верхней части и в сиденье в нижней части. Поэтому, если ручка ключа находится в положении сиденья, вы можете открыть крышку вака на передней части центральной консоли, нажав верхнюю часть тумблера или отделение для шлема, нажав нижнюю часть. Это обеспечивает достаточно места для двух шлемов среднего размера. Примечание. Большой поворотный переключатель автоматически замыкается примерно через 30 секунд. Затем вы должны нажать его снова, пока не появится синий свет. Все остальные функции такие же нормальные, как и у других мотоциклов. Левый и правый указатели поворота и сброс в нейтральное положение нажатием указателей поворота сверху. Левый тормоз, задний, правый, передний. Это комбинированный тормоз. Для наиболее эффективного эффекта потяните оба тормоза одновременно. Тумблер слева на уровне большого пальца, дальний свет с пурпурной контрольной лампой на цифровом поле. Справа на уровне большого пальца находится тумблер для автоматического запуска остановки. Верхняя позиция холостого хода означает, что она диаптилирована. Если вы включаете старт-стоп-автоматик, с помощью айдлинг-стоп в цифровом поле появляется зеленая А, которая изначально гаснет, потому что вам нужно проехать около одного километра. Прежде чем оно снова станет активным. Когда старт-стоп-автоматик активен, двигатель останавливается при следующей остановке, а затем вы запускаете его снова, разгоняясь. У нас есть три кнопки на передатчике, верхняя активирует акустический сигнал от скутера, что полезно, если вы хотите найти свой скутер на большой парковке. Переключатель средней кнопки активирует и деактивирует систему сигнализации, которая мигает красным на большом поворотном переключателе, показывая, что он активен. Нижний кнопочный переключатель на ключевой части передатчика блокирует и разблокирует всю систему сигнальных ключей. Если вы нажмете его через 2-3 секунды, клавиша заблокирована Когда диодный индикатор на передатчике горит красным и разблокирована Когда диодный индикатор горит зеленым Если во время запуска отсутствует синий индикатор на большой поворотной ручке Это означает, что кнопка была прервана и должна быть нажата в нижней части передатчика Пока на нем не загорится зеленый диодный индикатор После этого синий свет снова появится при нажатии большой поворотной ручки А поворотную ручку можно переместить, нажав ее внутрь Советы по заправке и вождению в Таиланде Существует густая сеть автозаправочных станций Но автозаправочные станции закрываются в 8 часов вечера Обслуживающий персонал автозаправочной станции Заправиться Е20 или бензином с октановым числом 91 или с октановым числом 95, рекомендованным нами С полным баком вы можете проехать не менее 300 километров На полках можно найти более дорогой и бутилированный бензин с октановым числом 91 Который можно использовать при необходимости Наши автомобили всегда выпускаются с полным баком Поэтому, пожалуйста, заправьте автомобиль полностью, прежде чем возвращать его Мы рекомендуем три простых правила безопасного вождения в Таиланде Во-первых, не ездите слишком быстро Хорошая скорость 50-55 километров в час Второе, оставь большой палец на роге Это предотвращает случайное нажатие указателя поворота внизу, если это необходимо Третье, если вы поворачиваете направо Пожалуйста, не влезайтесь в середину дороги Потому что существует самый большой риск несчастных случаев Потому что тайцы также обгоняют сплошную линию перед холмами и перед поворотами Если эти правила соблюдаются, вероятность аварии очень низкая Потому что вождение очень легкое А интенсивность движения с 9 часов до 16 часов низкая Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!